Мир вам, уважаемые! Мы сейчас начинаем четвертый урок у Нагорной проповеди. И мы приходим к 17 стиху. И мы приходим наконец-то к миасу, проповеди Иешуа. Иешуа начинает следующий отрывок из Нагорной проповеди. Не думайте, что я пришел отменять закон или пророков. Не отменять я пришел, а испомнить. Сделать. И разные переводы по-разному обыгрывают это понятие. И иногда люди думают, что Иешуа пришел отменять закон. Что он сделал все, он умер на кресте, воскрес. Ну так теперь уже тары не нужно. И думает, что Рав Шауль Павел думает так же. Но Иешуа повторяет за Иешуа. Когда он говорит послание римлянам. Третья глава. Последний стих. Не думайте, что вера отменяет закон. Обратное утверждение верно. Вера исполняет закон. Так говорит Шауль. Совсем наоборот, что думает большинство людей. Послание римлянам. Третья глава. И я вам рекомендую прочитать с 29 стиха до конца главы. Мы не делаем это сейчас, чтобы сэкономить время. Но важно понять. Нет разделения между посланием Иешуа и апостолом Павлом. Продолжим. Продолжим. Не думайте, что я пришел отменять закон или пророков. Не отменять, я пришел а исполнить. Восемнадцатый стих. Говорю вам, пока не исчезли небо и земля. Ад ше ло яавру шамайм ва арец, ло таавор йод ехад, о коц ехад, мина Тора, ад а шеракол якуя мадасуф. Даже йод, мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Как произошло, что в христианском мире поняли все наоборот? Он говорит, что до тех пор, пока небо и земля существуют, существует и Тора. До последнего маленького подробности. Это йод и черточка. Есть шамайн, у нас есть небеса. Есть шемеш, солнышко есть. Есть шерах ве куховин балайла. По ночам есть луна и звезды. Если не верите мне, выйдите, посмотрите. Есть шемеш, есть солнце. И мир до сих пор еще существует. И если мир существует, то тоже Тора существует. Так же Тора, закон существует. Может быть, вам не нравится это слушать. Но это то, что Йешуа говорит. Пока не исчезли земля и небо, Тора будет существовать до самого конца. Поэтому тот, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей, или пастор и учитель научит этому людей, Икаре Катан в Малхут Шамайм. Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит, Икаре Гадол в Малхут Шамайм. Таво назовет великим в Царстве Небес. Смотрите. Внутри Нагорной проповеди, в конце, Есть притча. И притча говорит что есть люди глупые, и есть люди мудрые. Глупые строят свой дом на берегу моря, на песке. И мудрые люди строят свой дом на горе, на скале. Очень тяжело работать на вершине горы, на камнях. Нужен отбойный молоток для того, чтобы разрушить скалу. Строить на скале гораздо дороже. Берет дольше времени. А строить на песке легко. Можно копать даже руками. Не нужно отбойный молоток. Дешевле. Построить на песке. Но придет буря. Дождь. Ветер. Наводнение. И дом, который на скале останется. Не сдвинется. Не сдвинется. А дом на песке упадет. И Иешуа мефареш Иешуа Эт амашал азе. Трактует этот притчо. Вумер, ми шоу хахам и говорит тот, кто мудры. Слышит. И его делает. Миша мудры. заповедей заповедей и научит этому людей будет маленьким в царстве небес. Но тот, кто исполнит. Тот, кто будет мудрым. Тот, кто строит свой дом на камне. Он будет мудрым. Он будет мудрым. Он будет мудрым. И его дом выстоит. Пасок 19. Он говорит что Хашув кто хочет стать великим в му. 19. Он говорит что тот, кто хочет быть важным в царстве небес. Он сделает Божьи заповеди. Он будет мудрым. Он хочет выполнять Божью волю. Он хочет выполнять Пасок 19. Он сидел в Иерусалиме с старичными общинами в Иерусалиме. Деяние 15 глава. И определили что не нужно ни евреям проходить гиур. Не надо им делать обрезание. Но есть 4 вещи которые не обязаны сделать. оставить всякую вещь которая связана с идолопоклонством. оставить всякую вещь которая связана с прелюбодеянием. Греческое слово это порнея, которое связано с порнографией, гомосексуализмом, прелюбокиянием, блудом, всякими такими вещами. Все сексуальные грехи, которые не соответствуют Божьим заповедям. Это заповедь. Третья заповедь. Не кушать трефа. Трефа, в еванской языке, это жизнь, которые не шахтут. Я говорю о правилах зарезания животных. Когда перелезают горло животному. В то время, когда сердце еще работает. И кровь выходит из двух главных артерий. Это минимум. И это минимум. И евреи. И после того, как правильно зарезают. Моют, посыпают солью и снова моют, чтобы вообще не было никакой капельки крови. Есть верующие, которые едят колбасу с кровью, какой-то торт с кровью. Я не знаю ни одной церкви. Я не знаю ни одной церкви. Я не знаю ни одной церкви. Прочитайте 17 главу книги Левит. Там написано, что Бог заповедал Моисею, что научи израильтян, что запрещено кушать кровь. И апостолы говорят, что так же не евреи, так же церковь должны соблюдать эту заповедь. И никто этому не учит. И Иешуа здесь этому нас обучает. Что тот, кто не будет исполнять и научит этому других, он так же назовется маленьким в Царстве Небесном. Я не хочу быть маленьким. Хотите быть маленькими? Это вы правы. Я хочу почитать Иешуа. Слушать то, что он говорит. Бли хокмот. Без мудрствования. В простоте. И считаться высоким в Царстве Небесном. Не из-за того, что я такой хороший. Но потому что в Духе Святом. И по Слову Божьему от бытия до откровения. Мы должны не только слушать, но и исполнять Божьи желания. Мы здесь остановимся. И продолжим. О этой важной проповеди на следующем уроке. Шалом лохе. Мерва. Продолжение следует...